Друзья, намаскар! Сегодня этим видео я хочу открыть серию роликов, видеороликов на тему йога-панацея. Недавно я делала опрос в инстаграме, где задала своим подписчикам следующий вопрос, подходит ли йога для всех или все-таки это практика избранных. И хочу сказать, что большинство, преобладающее большинство, мне сказало, что йога не для всех. И в чем-то эти люди правы, потому что я глубоко убеждена в том, что йога, она только для умных, взрослых, думающих, высокоинтеллектуальных людей. Как правило, молодежь, ну уж совсем такая юная молодежь в йогу не приходит. Есть, конечно, единицы, но это скорее исключение из правил. В йогу приходят люди уже взрослые, которых интересует и личный духовный рост, и личное развитие, и в том числе физическое развитие тела тоже. Поэтому, да, поэтому действительно практика хатха-йоги, она не идет всем подряд. Но, с другой стороны, я хочу поспорить. Я верю и знаю о том, что через асан-йоги, через использование определенных поз, выстраивание их в определенной последовательности, в определенном тренировочном режиме, можно добиться любых, совершенно любых целей. Накопить силу, стать сильнее, накопить гибкость, стать гибче, научиться, обучиться чувству равновесия, обучиться координации. Через практику хатха-йоги можно похудеть, сбросить лишний вес, сжечь лишние килограммы. Можно, наоборот, накопить мышечную массу и обрести такой красивый мышечный рельеф. Это, конечно, не будет то же самое, как в тренажерном зале, но это будет очень красивое, мускулистое, жилистое, подтянутое тело. И это все можно сделать через практику йоги. Что еще? Практикуя определенные техники, например, занимаясь парной йогой, можно очень-очень поднять свою чувственность и сексуальность. Можно развить определенный тембр голоса и научиться говорить приятным, низким, убедительным таким голосом. Есть определенные упражнения и в будущем мы их будем разбирать. Можно успокаиваться и настраиваться на сон, применяя определенные практики и используя определенные асаны. А можно, наоборот, хорошенечко проснуться, очень сильно взбодриться, добавить тонуса, наполниться энергией. И это тоже хатха-йога. Так что смотрите. Будущие видео будут по возможности короткими. Я буду делать их очень содержательными, но не очень растянутыми. И это не комплексные тренировки. Если вас интересуют комплексные, то смотрите, подсказка будет в этом видео. Ну а здесь отдельные упражнения, которые вы можете использовать в своей тренировочной программе для достижения своих личных целей в тренировке. Ну что, погнали! Итак, сейчас мы разберем с вами 5 самых эффективных упражнений для ягодиц. Будем делать сегодня орех через асаны-йоги. Первое упражнение, которое необходимо освоить и выполнять, если вы хотите иметь красивые накачанные ягодичные мышцы, это поза стула. Очень важно соблюдать технику выполнения этой асаны. Мы сгибаем ноги в коленях, удерживая плотно сжатыми коленей и бедра, стараемся уводить таз назад, как будто действительно садимся на стул. Смотрите за тем, чтобы колени не выходили за пальцы ног. Таз назад. При этом поясничный прогиб максимально сглажен и копчик направлен вверх. Если поднять при этом руки вверх, вы будете укреплять дополнительно мышцы спины и развивать подвижность плечевого пояса. Но для того, чтобы проработать ягодицы, достаточно держать руки у груди. Эта поза фиксируется долго. Попробуйте посидеть в ней 1 минуту или 2. Кстати, отличный вариант для работы в утка-тасане в позе стула – это протокол табата. Вы можете ставить, класть перед собой таймер или скачать специальную программу, в которой отсчитывается 20 секунд времени. Условно, 20 секунд мы держим позу, остаемся в утка-тасане, 5 секунд отдыхаем. И снова 20 секунд держим позу, соблюдая технику выполнения этой асаны. И 5-10 секунд отдыхаем. И таким образом мы выполняем 8 подходов. Такие силовые упражнения, они очень показательны. Первое, что вы начинаете чувствовать, то место, которое у вас начинает, так сказать, отваливаться, это ваше самое слабое звено. У всех оно свое. У кого-то это будет пресс, у кого-то это будут квадрицепсы, у кого-то поясница. Поэтому вы можете себя даже продиагностировать на предмет того, что больше всего у вас отстает и на что обращать основное внимание. Ну что ж, теперь поза номер 2. Эта поза называется виропхадрасана, поза воина. Выполняется она с закрытым тазом. Мы оставляем одну ногу впереди, а вторую отшагиваем назад и делаем выпад на переднее колено. Колено 90 градусов. Точно так же, как у катасани. Мы стараемся не выводить колено дальше пальцев ног, не заострять его. Это и в целях травмобезопасности и для стабильности позы. Бедро параллельно полу, то есть выпад достаточно глубокий. Руки можно поднять вверх, опять же, чтобы укреплять спину, развивать плечевой пояс. Можно оставлять у груди и даже можно положить на колено. Фиксация в позе. Отлично работает по протоколу табата, либо в чередовании с другой позой, которую мы сейчас разберем. Это поза Рудрасана. Положение в поперечной плоскости. Продольная плоскость, широкий шаг, поперечная плоскость. Подводящие к самоконасане. И здесь мы выставляем стопы в диагональ. Примерно по 45 градусов, можно шире. И присаживаемся в максимум, стараясь раздвигать колени. Раздвигать бедра. Таким образом, чтобы коленная чашечка была направлена туда же, куда большой палец стопы. Корпус ровно. Спина прямая. Копчик направлен к полу. Хвост не торчит, весело не виляет. И мы не падаем в груди вперед. Мы остаемся в одной плоскости по возможности. Так как, если бы мы сидели, стояли у стены, прижавшись к ней, затылком, лопатками и поясницей. Точно так же эту позу мы прорабатываем статикой, протоколом табата, либо соединением к другой позе. Например, вирабхадрасана, рудрасана. Вирабхадрасана вдох, рудрасана выдох. Хорошие глубокие выпады на синхронизации с дыханием. И аналогично кардио тренировкам можно сделать 3 подхода по 10-15 выпадов. Я думаю, после этого сета вы очень почувствуете свои булочки. Четвертая поза, с которой мы будем работать для укрепления и оформления своих ягодиц, это поза кошки. Марджоли Асана. Универсальная асана, в которой можно проработать все тело очень качественно, очень подробно и интенсивно. И эффективно, но сегодня мы сделаем упражнение в позе кошки как раз для ягодичных мышц. Как оно выполняется? Естественно, мы будем задействовать тазобедренные суставы, мы будем работать ногами. Ладони под плечи, удерживаем бандхи, живот. Мулаудьяна бандха, здесь все как всегда. Вытягиваем правую ногу, начинаем с нее. И для того, чтобы колено не пострадало, мы возьмем контроль оборудования. Пусть это будет небольшая гантелька. Итак, начинаем с любой ноги на самом деле. Обычно я даю на занятиях с правой, но в данном случае я работаю левой ногой. И мы зажимаем под коленкой гантель для стабилизации коленного сустава. И вращаем коленом, стараясь нарисовать круг максимального диаметра. Минимальный подход это 10 вращений наружу и 10 вращений вовнутрь. Кроме того, что здесь отлично задействуется мышечная мускулатура, непосредственно ягодичная мышца, это упражнение позволяет как следует расшевелить тазобедренные суставы. В чем особая польза этой асаны. И, наконец, подбираемся к пятому упражнению. Поза полумоста. Свету бандхасан. Лежа на спине, мы сгибаем ноги в коленях и поднимаем таз. И точно так же, как все предыдущие позы, которые мы сегодня рассмотрели, эту позу можно делать как в статике, длительной статике не менее минуты, как по протоколу Табата, но это достаточно простой вариант. Так же и чередуя с динамикой. То есть, толкая на вдохе таз, поднимая таз от пола, толкая на вдохе ногами пол, и на выдохе раскатывая позвоночник, опуская поясницу на пол. Вдох и выдох. Если использовать утяжелители, то это практически будет то же самое, что люди делают в тренажерном зале. Вы можете взять, положить какое-то тяжелое оборудование себе на тазовые кости. Это может быть блин, это может быть гантелька, это может быть бутылка пластиковая, наполненная водой или песком. И тогда, конечно же, эффект от упражнения будет значительно выше. Важно не ронять резко таз, работать с прогибом внимательно, не толчками, не импульсами, а постепенно на дыхании. И когда таз опускается вниз, мы не просто его кладем, а раскатываем позвоночник от середины спины до креста, как бы вытягивая позвонок за позвонком. Таким образом, вы проработаете поясничный отдел позвоночника и достигните основных своих целей – упругие, красивые ягодицы. На этом на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, и вас ждут еще много интересных видео в этом плейлисте. Намасте.